Врачи Реддит, какую самую тупую ложь вы слышали от пациентов? Мой любимый эпизод. Вы курите? Боже мой, нет. Вы когда-нибудь? Да, но я бросил. Как давно? Этим утром. У вас есть какие-нибудь заболевания? Нет. Какие лекарства вы принимаете? Далее следует название не менее 10 лекарств. Хуже всего в этом отношении пожилые люди. Они говорят вам, что у них нет серьезной истории болезни. Затем вы смотрите записи в медицинской карте и обнаруживаете, что у пациента было 2 сердечных приступа, 3 инсульта и рак кишечника в ранной стадии. Это случилось со мной 3 дня назад. В кабинете появился парень в инвалидном кресле. У вас есть какие-нибудь медицинские проблемы? Нет. Хм, тогда почему вы в инвалидном кресле? У меня дегенеративное нервно-мышечное заболевание и диабет второго типа. Моя тетя семейный врач, поэтому пациенты приходят к ней с разными симптомами. И потом она направляет их к специалисту, основываясь на своем диагнозе. Однажды пожилые муж и жена вошли в ее кабинет. И когда спросили, зачем они здесь, старушка ответила. Его нога некоторое время назад начала пахнуть. И я наконец убедила мужа прийти и показать ее. Медсестра попросила пациента снять ботинок и носок. Когда он это сделал, кость с большого пальца ноги отвалилась и упала на землю. Тетя осмотрела не очень хорошо пахнущую конечность и согласилась, что нога действительно сильно воняет и требует экстренного вмешательства. Оказалось, что у старика был очень тяжелый случай гангрены, которая полностью съела кость пальца ноги. Он понимал, происходит что-то нехорошее, но был слишком упрям и не стал проверять это раньше. Мой большой палец теперь тоже болит после того, как я это напечатал. Пациентка поступает в отделение неотложной помощи. Ей было около 30 лет. Она жаловалась на боли внизу живота и тошноту. Британская медсестра-регистратор, которая лучше всех рассказывает эту историю, говорит, что бедная женщина согнулась пополам, сидя в своем кресле. Судя по всему, женщина была относительно пропащей личностью. Чтобы убедиться, что не было никакой чрезвычайной ситуации, опытная медсестра делает осмотр пациентки на первом этаже. Ее приветствует показавшаяся головка младенца, роды в разгаре. Медсестра вскакивает, сбегает в приемный покой и зовет моего лечащего врача. «Сэр, она рожает!» Смущенная краткая заминка у двери. Кто войдет первым? Перед моим приходом последовал выдох роженицы. И я вбежал, как раз вовремя, чтобы поймать здорового 5-килограммового ребенка. Было еще несколько подобных инцидентов, но ни один из них не был столь ярко выражен. Женщина отрицала, что беременна вплоть до того момента, как ее малышка оказалась у нее на груди. В приемный покой вошел парень со свечой в приборе. Он засунул ее туда, чтобы сделать сюрприз своей девушке на ее день рождения. Но когда зажег фитиль, расплавленный воск прилепил свечу к органу. «У меня был друг, который служил в морской пехоте, и они должны были отправиться на учение в течение месяца. Этот кадр случайно повредил себе запястье, и оно сильно распухло. Но парень не хотел идти в больницу, потому что собирался уехать вместе со всеми остальными. Его друзья слишком часто видели, как он морщится от боли, и в конце концов, они посмотрели на него более внимательно и решили, что нужен рентген. Товарищ был вынужден подчиниться и отправился в больницу. Оказалось, он сломал запястье и оставил его в таком положении слишком долго. Травма неправильно заживала. Поэтому хирургу пришлось сломать кости заново, а затем исправлять. Так что после всех этих неприятностей ему не удалось попасть к месту назначения вместе со всеми остальными бойцами. Пациент пришел с болью в груди. Сказал, что он упал и ударился грудью о стол. Рентген был проведен для проверки наличия перелома ребра или коллапса легкого. Вместо этого на снимке показалось небольшое металлическое инородное тело, располагающееся в левой части груди, в области сердца. При дальнейшем опросе пациент признался, что соврал, и на самом деле он выстрелил себе в грудь из пневматической пушки. Рана не кровоточила, не была особенно заметной. Парня доставили в операционную, и после операции на открытом сердце он чувствовал себя удовлетворительно. Не врач, фельдшер скорой помощи. У нас был парень, который пытался сказать, что он упал во время игры в софтбол и повредил себе ребра и руку. Было 10 часов вечера. Как выяснилось впоследствии, пострадавший пытался выманить у своего дилера немного веществ, а тот догнал его сбитой. Значит, пациент не соврал и на самом деле вроде как играл в софтбол. У нас читал лекции профессор, который рассказал о бездомном парне, регулярно корчившемся на виду у прохожих, утверждая, что у него болит живот. Он получил возможность сделать рентген брюшной полости, который показал скрученную проволоку внутри его брюшины. Парня включают в список неотложной помощи на следующий день. Дают горячую еду и постель на ночь, а утром подключают к аппарату и спасают. Вскоре после операции выписывают. Он намеренно проколол себе живот проволочной вешалкой для одежды, вогнал эту штуку внутрь себя, чтобы попасть в больницу и получить бесплатный номер на ночь. Я проглотил три бритвы на спор. После того, как мы увидели, сколько на самом деле он съел, хорошо, их было восемь, визит к психологу и очередное признание. Ладно, это было не пари. О, у меня есть один интересный случай. Мне поправили нос и выровняли носовую перегородку после того, как я сломал ее самым нелепым столкновением с дверью. Очнулся после наркоза, чувствуя себя разбитым. Примерно через минуту после того, как проснулся, я вырвал подсоединенную к руке капельницу, встал и попытался выйти из своей палаты. Мне очень захотелось отправиться домой около трех миль и закончить эту единственную миссию в Герои Меча и Магии 3. Я прошел мимо медсестры и она сказала, «У вас идет кровь». «Этого не может быть, я чувствую себя потрясающе». Спокойно отвечаю я и продолжаю идти, пока не добираюсь до лифта и не вижу свое отражение в зеркале. Мое лицо покрыто сине-черными пятнами, кровавые ручейки стекают из-под белой ткани, глаза налиты кровью и вообще я выгляжу дерьмово и страшно. Не важно, делаю шаг вперед и проваливаюсь в забытье. Я просыпаюсь некоторое время спустя снова в своей постели с капельницей, вставленной в мою другую руку, крепко привязанной к кровати. Оказывается, мне капали морфий, вот почему я чувствовал себя суперменом. Мои родители начинают ругать меня, но в ответ слышат смелое оправдание. Оказывается, я получил сотрясение мозга, когда упал, ожидая лифта. Не врач, но наблюдал вместе с ним за мужчиной, пока он находился в приемном покое. Парень подошел к задней двери больницы с парой полотенец на плече. Видно, что на его одежде много красных пятен. Медсестра задала обычный вопрос, что случилось? Пришедшая начинает снимать полотенце, лицо женщины из улыбчивого становится очень серьезным. Она спешно вызывает врача и санитаров. Пострадавший объясняет. Я срезал бензопилой несколько веток над головой. Резак зацепился за одну из веток и упал на мое плечо. К этому времени вокруг мужчины собралась группа медиков и они торопятся немедленно забрать парня на операцию. Травма тяжелая. Он разрезал плечо и грудь бензопилой. С самого первого момента его появления и до операции мужчина держался спокойно, словно его жизни ничего не угрожало. Честно говоря, я был в восторге от такой выдержки. И все удивлялся, как он сумел самостоятельно выключить эту чертову штуку. У вашего ребенка есть заболевание? Нет. Просматривая остальную часть истории болезни, составляя базовый план для лечения лихорадки ребенка, предполагая обнаружить запись о вероятном вирусе, выявленном ранее. Какие лекарства он принимает? Только фолиевую кислоту и пенициллин. Так у вашего ребенка все-таки есть заболевание? О да. Мой двоюродный брат рассказал мне о пациентке, которая жаловалась на то, что у нее отваливается сосок. Женщина сказала, что пыталась приклеить его обратно. Она использовала крем для ухода за кожей, чтобы он прилип к ее груди. Оказывается, у нее выявили рак молочной железы. Не скажу, на какой стадии, вероятно, уже тяжело запущенный. Насколько я помню из услышанного, опухоль стала такой большой, что кожа на груди сильно растянулась. Это плюс постоянное трение бюстгальтера привело к появлению открытой раны, незаживающей, которая простиралась до ее соска. Что тут скажешь? Никто из врачей не понимал, почему она раньше не пошла на прием, не люгла в больницу. Имейте в виду, что это произошло в Германии. У женщины была хорошая работа, медицинская страховка и все такое. Знакомая медсестра рассказала. Два человека пришли за обезболивающими однажды ночью. Давайте назовем их А и Б. У А были порезы вокруг нижней части спины, верхней части бедер и возле задницы. У Б порезы на лицо, осколок стекла торчал в щеке. При поступлении они не сказали, что послужило причиной этих ран. Только когда при обследовании обнаружили следы фекалий в ранах второго пациента, пришедшие рассказали, что произошло на самом деле. Как оказалось, А сидел на стеклянном столе на корточках и гадил. А Б устроился прямо над ним, наблюдая за процессом. Стеклянный стол при этом треснул и разбился. Чертовский дердьмовый опыт. Я работал психологом и у нас был постоянный пациент, которого мы все хорошо знали. Шизофрения – параноидальный тип. Он всегда упоминал о паучьих яйцах в своем мозге. Однажды, когда парня осматривали, он пожаловался, что у него болит задница, потому что он засунул туда крысу, чтобы отправить сообщение паукам. Конечно, ему никто не поверил, но мы все равно обязаны проверить. И действительно, из его прямой кишки торчал крысиный хвост. Самым большим беспокойством пациента в этот момент было то, что он должен получить важное сообщение от крысы, которая была уже мертва. Не столько странно, сколько умно. Я тестировал на запрещенные вещества пациента. Анализ должен дать положительный результат на опиаты, так как я их назначаю парню, это обычная практика. Моча выглядела абсолютно нормальной, но тест вернулся какой-то странный. В составе контрольной жидкости был безумно высокий удельный вес данного вещества. То есть, слишком много растворенного опиата, образец был положительным для них. Но в тесте не подтверждалось никаких метаболитов. То, во что организм превращает запрещенные вещества. В остальном, показания были абсолютно нормальными. Мне потребовалось несколько минут, чтобы понять, как такое возможно. Пациент продавал свои таблетки, которые я ему назначал, и не хотел, чтобы его поймали на этом занятии. Он раздавил одну капсулу и положил ее в мочу. Это позволило сделать тест положительным на опиаты, но поскольку они не проходили через его тело, тестирующая машина не обнаружила метаболитов. Я использую этот случай, чтобы выявить умного студента-медика в своей группе, которую сейчас обучаю. Это, наверное, самое странное, что я когда-либо слышал. Пожилая женщина пришла в больницу с высокой температурой, резкой болью в животе, головокружением и тому подобное. В нее проявляются все признаки синдрома токсического шока. Например, когда вы слишком долго оставляете внутри тампон. Поэтому врач решает проверить женщину, чтобы убедиться, что там ничего не застряло. Конечно же, гинеколог смотрит туда и почти обделывается, когда видит два маленьких глаза-бусинки, смотрящих на нее. Доктор начинает вытаскивать содержимое, но старуха требует. Верни обратно! Оказалось, что женщина, уже давно перешагнувшая менопаузу, пошла к местному знахарю, чтобы тот помог ей забеременеть. Его рекомендация была таковой. Положите туда, теперь уже мертвую черепаху на несколько дней, и вы снова сможете родить. Хочешь узнать, о чем еще врут пациенты? Тогда смотри первую часть. Субтитры создавал DimaTorzok